Прежде всего хочу сказать телезрителям вашего канала, что совсем недавно я выступал у вас и тогда тоже речь шла о референдуме. Севастополь еще решение своего не принял, а Крым уже принял, но вопрос на этом референдуме звучал в свете последующих событий довольно скромно. Согласны ли вы с государственной самостоятельностью Крыма в составе Украины на основе договоров и соглашений? И вот 6 числа я прилетел в Симферополь, застал окончание сессии Верховного Совета Крыма, в ходе которого было принято известное решение. Ну прежде всего хочу сказать, что конечно вопрос, который до этого звучал, на мой взгляд допускал двусмысленные толкования ответов. Люди, например, могли ответить нет, не согласны. Но почему не согласны? Это же не ясно. Потому что не хотят быть в составе Украины или допустим потому что считают, что прежняя жизнь в Крыму была верхом совершенства и никаких новых полномочий, никаких договоров и соглашений с Украиной не нужно. Как видите, мотивы разные, а ответ один. Поэтому неизбежно вопрос должен был редактироваться. Но мне кажется, за это время, за эту неделю или чуть больше, с момента, как мы не виделись, произошли многие события. Ну прежде всего стало ясно, что власти в Киеве недогороспособны. Ну в самом деле, вместо того, чтобы предложить какие-то реформы или политический диалог Востоку-Югу Украины, Крыму, Севастополю, вместо этого присылают олигархов и правый сектор в южные и восточные регионы. Вместо того, чтобы подтвердить внеблоковый статус Украины, вносят, как вы знаете, законопроект о вступлении в НАТО. Вместо того, чтобы как можно быстрее преодолеть всякие сомнения в своих планах по отношению к русскому языку и русскоязычным, создают комиссию по новой редакции языкового закона, куда входят Ирина Фарион, Владимир Евариевский и другие пещерные русофобы. То есть становится ясным, что эта власть или не может избавиться от Майдана и порядков на Майдане, боевиков с Майдана или не хочет это сделать. Я могу сказать, что как мне показалось, вот то, что с каждым разом все большее число депутатов и в Севастопольском городском совете, и в Верховном совете Республики Крым голосуют за определенные решения, это означает, что происходит постепенная радикализация и понимание, что другим путем, вероятно, до Крыма идти невозможно. Напомню, что решение Верховного совета Крыма об отставке правительства, об назначении нового правительства неделю назад, за них голосовало 50 с небольшим, 60 депутатов. За это последнее решение, по которому установлено уже два вопроса референдума, сам он передвинут на более ранние сроки, на 16 марта проголосовало 78 депутатов. Референдум принят, и при этом первым пунктом звучит войти, и первым пунктом решения Севастопольского, и первым пунктом решения Верховного совета Республики Крым. Но в этом отношении, мне кажется, те, кто писал эти документы, следовали логике 23 года назад, продемонстрированной самой Украиной. Напомню, что в 91 году, 24 августа, то есть по горячим следам после провала путча августовского в Советском Союзе, Верховная Рада Украины приняла акт о государственной независимости Украины. И этот акт с тех пор считается днем рождения независимой Украины, государственным праздником на Украине. И через несколько месяцев было предложено и был проведен в декабре референдум всеукраинский. То есть, на самом деле, выяснение мнения произошло аж через несколько месяцев после того, как была установлена, ну, по крайней мере, провозглашена государственная независимость. В данном случае срок между провозглашением, декларацией и референдумом существенно меньше. На мой взгляд, это честнее, потому что те, кто считают «да» или те, кто считают «нет», будут опираться не на избирательную кампанию или там кампанию по подготовке умов к референдуму, а на устойчивое свое собственное мнение, которое у них, наверное, к этому времени должно быть уже возникло. Мало того, я хочу напомнить, что в случае с Украиной между актом государственной независимости и, сейчас об этом мало кто помнит, и самим референдумом украинским, там было несколько месяцев подготовки, в ходе которой были приняты решения на законодательном уровне о фактическом преследовании лиц, которые препятствуют государственной независимости Украины. То есть уже в тот момент, еще в нераспавшемся Советском Союзе, здесь на Украине уже развернулись определенные преследования тех, кто не хотел разрывать с бывшим Советским Союзом. Здесь, на мой взгляд, даже повода и шанса для того, чтобы кого-то преследовали за убеждение, за несогласие, нет. И времени нет для того, чтобы их преследовать, просто никакого. Что касается России, то есть, чтобы закончить, я хочу сказать, что мне кажется, что, ну, собственно, это подтверждено в решениях, что окончательный вопрос, конечно, окончательный вопрос будет решен прямым волеизъявлением. Вне зависимости от того, какие решения приняли Советы депутатов, вот именно решение на референдуме, от этого все зависит. И для нас в России, я хочу сказать, при всем уважении к Верховному Совету, к Севастопольскому Городскому Совету, конечно, важнее выяснить мнение всех и каждого, всех, кто примут или не примут, и таким образом тоже, на самом деле, определять свою позицию в отношении своего будущего. Россия ждет, что на самом деле думают в Крыму и Севастополе. Сегодня председатель Верховного Совета Крыма встречался в Москве с руководством Палат Федерального Собрания, и вы знаете, об этом уже была информация, что было сказано, что Россия, конечно, с уважением отнесется к результатам. То есть, вот, я хочу, чтобы было понятно. Много раз Россию упрекали, в течение 20 лет, я 20 лет уже занимаюсь этим вопросом, и, как бы, могу считать себя в этой теме старожилом, аксакалом. Нас всегда упрекали и имели на то основание люди, которые считают себя русскими, считают себя нашими соотечественниками в Крыму и Севастополе, упрекали в том, что мы уходим от ответа, что мы не замечаем их тяги в Россию, что мы не возвращаем их домой, как они говорят. Вот сейчас, на данном этапе, несмотря на все последствия, которые, ну, международное осуждение, которое, конечно, уже сегодня оркестрируется на Западе, Россия внутренне, ну, по крайней мере, руководство России, я вас уверяю, подавляющее большинство людей в России, готовы протянуть эту руку. Люди в России вообще всегда были готовы. Власти не всегда были готовы, ситуация не всегда мала, ну, такая, чтобы можно было рисковать или, допустим, можно было учесть в первую очередь тягу к России, а во вторую очередь все остальное. Сейчас мы понимаем, что по-другому нельзя, что на самом деле нужно оградить и Крым, и Севастополь, желательно и не только Крым, и Севастополь, от того, чтобы их сбросили в эту топку бандеризации, ассимиляции, превращения их, знаете, в таких янычар будущих поколений, которые будут с ненавистью смотреть на Россию, потому что так их внушили киевские телеканалы. Вот Россия, с этой точки зрения, это самое главное, наверное, что вы должны знать, вы принимаете свое решение, но Россия последует за этим решением, со всеми вытекающими для нее последствиями, хорошими, плохими, всякими. Я убежден, что эта мечта, которую я чувствую, знаю, о возвращении в Россию, конечно, я бы не хотел Россию идеализировать. Многие из вас бывали в России, знают, что в России есть свои проблемы, но Россия существенно более крупное государство, чем Украина, это все вы, наверное, представляете. Россия – это огромная страна, самая большая страна в мире, даже несмотря на распад Советского Союза по территории, она остается самой большой. Страна с огромными природными ресурсами, с в три раза большим, чем на Украине, населением. Страна, у которой на сегодняшний день в три раза больше по душевой доход на душу населения. В которой пенсии, ну, если говорить о пенсиях ветеранам Великой Отечественной, об этом вспоминал, кстати, Владимир Владимирович, вот в своем недавнем выступлении по телевидению, ответах на вопросы. Пенсии для ветеранов такие же, как средняя зарплата, а пенсии вообще трудовые, они тоже приблизительно в три раза, если не больше, выше, чем на Украине. Я убежден, что если это решение будет принято, то Россия всеми возможными силами придет на помощь. И Севастополю, и Крыму. Потому что, да, мы не исключаем периоды каких-то перебоев, сбоев, поскольку многие связи Крыма были ориентированы на Украину. Если нынешнее неразумное правительство Украины будет продолжать расключивать конфронтацию с сепаратистами, то, возможно, какие-то сбои на каком-то этапе. Но Россия придет, безусловно, на помощь. Россия, как вы знаете, источник энергии не только для России и Украины, но и для Западной Европы. Треть газа и нефти, которую потребляет Европа, это российский нефтегаз. По этой причине мы очень слабо верим в какие-то санкции. То есть, я не верю, что европейцы, вопреки своим собственным интересам, сами перекроют газовую трубу, которая вот это тепло, энергию, особенно в зимний период и всякий другой несет в эту Европу. Вы знаете, что принято решение о строительстве, наконец-то, этого моста через Керченский пролив. Когда-то мы придумали это. Это было в 90-е годы, и все это время власти Украины лукавили в этом вопросе, или клали этот проект под сукно, как во времена Ющенко, или не торопились его реализовывать, потому что все время навязывали нам тему, как поделить Керченский пролив. И даже тот факт, что можно было бы, не обсуждая этого, построить мост, а проверку там проводить на берегу, а не посреди этого пролива, даже это их в данном случае не останавливало, потому что они все время боялись, что по этому мосту пойдут танки и артиллерия. На самом деле мы не планировали никоим образом того, что произошло. Мы не планировали, скажем, всех тех событий, которые произошли в Киеве. Не были инициаторами, во-первых, этого курса на евроинтеграцию, который президент Янукович полтора года запутывал украинцев. И тем более мы не были инициаторами того, что произошло на Майдане. Но когда власть на Украине развалилась, и ее, эту власть, в результате переворота захватили люди, которые никак не могут считаться для нас братьями, люди, которые несут с собой портреты Бандеры, несут с собой идеалы неонацизма, несут с собой ненависть к русским, к русскоязычным, и они ее продемонстрировали, как только пришли, отложив всякие другие дела, они, как вы знаете, сразу вот этот худший, скромный закон о гарантиях русскому и другим языкам меньшинств в русскоязычных и всяких других регионах, они его тут же отменили. Поэтому мне кажется, что, как говорили древние греки, а древние греки — это коренное население Крыма, как мы помним, они говорили, события зрит и безумные. В руках у крымчан и севастопольцев их собственная судьба. Россия этот принцип провозгласила. Она поддержит всех тех, кто хочет, чтобы они их поддержали, и, конечно, не будет навязывать себя тем, кто не способен сам подняться. Я с тревогой смотрю на то, что сейчас происходит на востоке Украины. Можно сказать, что богатые, знатные предали свой собственный народ. Они сегодня затаились, ушли в подполье, сбежали. Ну, если только вот Луганский, Донецкий облсовет и то со всякими оговорками хоть как-то характеризовали ситуацию. Ваши соседи многие просто не нашли в себе никакого мужества, я имею в виду депутаты, люди пытаются выразить свое недовольство. Вот эта огромная масса, она пришла в какое-то движение. Но мы понимаем сегодня, что в отличие от Севастополя и Крыма, где это все оказалось в конце концов доведено до конца, здесь на востоке, может быть, потребуется еще время для того, чтобы все пришло в соответствие. На самом деле Европейский Союз, с которым сейчас торопятся подписать уже соглашение, новые власти, он заявил о перспективах помощи, но условия этой помощи на Западе, они раньше были такими. Это так называемые реформы, только не те реформы, которые должны привести к тому, чтобы, скажем, в регионах Украины появилось наконец реальное самоуправление, а сама Украина стала федеративной страной, как ей это, в общем, на роду написано. Нет, условия это прежде всего сокращение вот тех самых пенсий, зарплат, это повышение тарифов на электроэнергию, газ и прочие виды услуг жилищно-коммунальных. То есть я, например, не представляю, каким образом эти вот власти Украины собираются понравиться населению с такого рода западной помощью. Я убежден, что ничего этого не ждет Крым в случае, если Крым встретится наконец с Российской Федерацией. Потому что просто есть чувство гордости, национального достоинства, которое в этом случае выходит на первый план. А соображения выгоды остаются на втором. Россия сделает максимум для того, чтобы сделать из Крыма такую же витрину, которую Россия сделала из моего родного города Сочи. Я думаю, что, конечно, запрос на активную роль России в мире на самом деле очень велик. Но не у Соединенных Штатов Америки и не у Европы, которые формируют информационное поле. Он очень велик в тех странах, которые с надеждой смотрят на то, что они благодаря этому вновь восстановятся тот вчерашний двухполюсный мир, в котором они могли прибегать и к одним, и к другим. Им было очень удобно в третьем мире. Вот я сам помню, как я встречался в парламенте Египта, это было много-много лет назад, и мне жаловались на то, что как было хорошо при Советском Союзе. Мы с американцами, а если что, то мы к Советскому Союзу, а если что, опять к американцам. Понимаете, всем это выгодно. А вот ситуация, когда есть только одна касса, где строго идут учеты, что ты сделал, что не сделал в Соединенных Штатах, им она не очень комфортна. Поэтому, вот как ни странно, тот мир двухполюсный был гораздо более стабильным, мы это теперь видим, чем нынешний. С его там Ливиями, Сириями, Ираками, Афганистанами и Украинами. Ну, Китай, в принципе, по своим оценкам происходящего, он близок к России, и, собственно, то, что происходит на Украине, Китаю понятно. Китай сам испытывает проблемы со стороны Запада. Китай, если вы заметили, уже после прихода нового правительства, как у нас говорят, вчинил иск Украине на 3 миллиарда долларов. Это же не случайно произошло. За прежние расходы и так далее. Но я хочу заметить, при всем уважении Китаю и желании опереться на его поддержку в каких-то случаях, мы, я уверен, можем справиться в этой ситуации со своими силами. То есть мы меньше всего должны пугаться того, что вот наша позиция где-то и кого-то не устраивает, или она не всеми разделяется. Ну, не разделяется всеми наша позиция по Абхазии и Южной Осетии. Известно то малое количество стран, которые их признали после России. И, тем не менее, мы строим свои отношения, ведем свою работу, и, по-моему, добиваемся как бы успехов определенных в этом. И уж во всяком случае мы не дали эти народы на растерзание. Ни абхазские, ни осетинские. Маленькие народы. Речь шла о людях нерусских. Речь шла о народах, которые от нас очень далеки по генетической линейке. Которые не очень большие. Там 150 тысяч примерно сейчас в Абхазии население. 1040-50 в Осетии. Здесь, в Крыму, как мы знаем, 2 миллиона человек. В Севастополе 400 тысяч человек населения. И, конечно, это гораздо более серьезный вопрос. И, конечно, я не исключаю попыток воспользоваться в Крыму, по крайней мере, ну, скажем, позицией Меджлиса крыбско-татарского народа. Но, вы знаете, нет таких проблем, которые невозможно было бы решить. Меджлису сегодня нужно просто, мне кажется, понять, что это его дальнейшее упорство. Оно ни к чему хорошему сам Меджлис не ведет. За 20 лет крымские татары ничего не получили. Даже закона о реабилитации реабилитивных народов у нас в России он есть, а на Украине его нет. И с этой точки зрения, одно дело, позиция приблотненных лидеров Меджлиса, которые не вылезали из Верховных Советов Украины, каждый раз избираясь с депутатами, то с одними националистами в Союзе, то с другими по партийным спискам и никогда не избирались в одномандатных округах, потому что за них никто бы в нужном количестве никогда бы не проголосовал. А другое дело, это позиция людей, которые, крымских татар, которые вот оказались после всяких обстоятельств вновь на крымской земле и сегодня, ну, не могут во всех случаях нормально вписаться в эту жизнь. У нас в России, как вы знаете, есть мусульмане и мы нормально с ними сосуществуем в большинстве случаев. А то, что случается, как результат там тоже какого-то сепаратизма на Северном Кавказе, мы это смогли преодолеть в 90-е годы и сейчас выстраиваем новую жизнь в Чечне и в других территориях, которые населены по преимуществу людьми мусульманского веросповедания. Поэтому у нас, мне кажется, отработаны механизмы взаимодействия с мусульманской умой. Недаром после всего происходящего несколько подряд делегаций из Татарстана, президента Татарстана уже успели побывать в Крыму. Такая работа ведется. Я не вижу никаких признаков войны, никаких признаков того, что война возможна. И порукой в этом разность военных потенциалов. Ядерная держава Российской Федерации и Украина. Если говорить даже о том, чтобы кто-то на Украине попытался такую войну развязать. Как бы ни были страшны кому-то эти боевики правого сектора, укращение этого правого сектора – это полицейская операция, не военная. Никаких военных действий Российская Федерация не предполагает на этой территории. Но если кого-то интересует, вы можете, наверное, легко убедиться в том, что возможности у Российской Федерации для всякого рода защиты интересов, они существуют в этом регионе. Теперь в том, что касается на самом деле курортного сезона. Но, вы знаете, Крым пережил за вот время Ющенко и после Ющенко при Януковиче разные периоды. Я сам помню, как тут гонялись в Крыму в 2006 году с американскими морпехами, которые собирались участвовать в маневрах Сибрис, и как они вынуждены были отсюда уехать. И тогда тоже речь шла о курортном сезоне. Я вас уверяю, что Российская Федерация, я просто знаю, она предпримет специальные усилия для того, чтобы люди, которые в России летом собирались отдохнуть, чтобы они этим летом избрали Крым. Я хочу сказать, что есть большие предприятия, они работают, у которых есть свои программы оздоровления трудящихся. Они, эти программы, восстанавливаются, конечно, они существенно иные, чем в советские времена, но и услуги, и цены другие. Это все, естественно, этим Россия будет делиться. Я знаю, что очень многие нацелились на Крым, молодежные организации, хотят вернуться в Артек, хотят вернуться в молодежные какие-то лагеря, провести здесь время и так далее. Я убежден, что на самом деле будет всплеск, а не затухание курортного сезона. Вот в год, когда Россия признала Абхазию, 2008-й, это был всплеск курортного сезона. Огромное количество россиян, привлеченные событиями, приехали в Абхазию после того, как она была признана Российской Федерацией. Мы не знали, что такое Абхазия вообще есть. Спасибо вам большое. Спасибо вам и успехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова